Вот и до нас добрались продвинутые технологии, до нашего провинциального города. Вот такие вот чудесные штуки приехали. Не самые крутые, но это серебряные зионы 41-14. 10 ядер, по-моему, это тяжелые. 109 грамм. Конечно же, нужна материнская плата для подобного. X11 DPI-N огонь. Все очень круто. Какие-то неведомые девайсы. А нет, понимаю, для чего это. Два интересных порта. Это NVMe коннекторы. Служат для подключения высокоскоростных PCIe накопителей. Но я, к сожалению, показать не могу. Ни разу сам еще не видел сюда устройств, которые подключают. А это порты для подключения SATA устройств. Только подключаются они при помощи SFF8087 коннектора. На один такой порт сразу 4 SATA устройства. Несколько слов о плате. Поддержка всех Xeon на сокете 3647. Начиная от третьего поколения и заканчивая восьмым. Можно установить один процессор, но в этом случае будет задействована не все PCIe слоты. Поддержка памяти частотой до 2666 и общим объемом до 2 терабайт. В зависимости от типа памяти. Конечно же, есть коррекция ошибок в памяти. Чипсет C621, на котором висят два порта по одному гигабиту. Естественно, есть порт IP-BY. Ну и естественно, поддержка RAID массивов 0.1.5.10. Откроем впервые сокет. Все это держится, как я понимаю, всего лишь на двух вот здесь креплениях. Ранее никогда не вскрывал. Ноги, по-моему, стали еще тоньше. Еще меньше. Здесь есть какая-то пометка. На процессе тоже есть пометка. Значит, попробуем поставить аккуратно. Вроде попали. Только непонятно, зачем на процессе. Вот здесь меточка есть. И здесь есть меточка. Будем считать, что это ЦПУ номер один. И для ЦПУ номер один существует специальный кулер-вентилятор. Итак, один из них SNK-P068PS. Существует еще и второй вариант. Но мы по очереди посмотрим. В комплекте рамка. И сам здоровенный кулер с уже пастой. Ну что ж, это интересно. То есть, вот так вот. Значит, неправильно сделан. Окей. В общем, вот эта железка, которую, грубо говоря, надо понять, как одевать. Конечно же, есть инструкция. Но давайте посмотрим. Нам нарисована отвертка. Интересно. То есть, процессор защелкивается, по всей видимости. В общем, судя по инструкции, вот эти вот ноги легко заводятся. И держат процессор на себе. Вот здесь нарисована отвертка. Тим или ТМ. Брейка. Как правильно читать? И что это значит? Грубо говоря, процессор вот так вот мы легко можем перевернуть. И посмотреть. То есть, здесь LUTCH, а здесь PUSH. Значит, получается, где-то он защелкивается. Как интересно. С ума бы не сойти. Получается, его на процессор надо нанести? Или что? А потом уже ставить? Судя по инструкции. Номер пять. Установите процессор на радиатор. Радиатор установите. Боже. А у них еще и ключи какие-то другие. А чем их зак... Ну ладно, хорошо. То есть, получается, у нас... Сейчас мы что-нибудь из почкаем. Из почкаем. Из почкаем. То есть, надо понять, как это все будет работать. То есть, одно в отверстие входит. Другая зажимает. Третье, что делает? То же самое. Туда и здесь. Они заходят в отверстие. Ну что? Сделать, попробовать. Один раз. И самое смешное, что немножко какой-то перекос. Ага. Вот так, если сделать, то окей. Ну ладно. Пробуем. Так. Так. Окей. Получилось. А теперь эту всю штуку нужно установить. Не перепутать. Я теперь вижу. Смотрите. Прикол в том, что вот здесь отверстие большое. Видите, наверное, да? Просто я не вижу... Да, видите. Отверстие здесь маленькое, а здесь большое. Точно так же штыри, торчащие в сокете, рядом с сокетом, они тоже имеют, грубо говоря, такую вот защиту. Окей. Теперь попонять, правильно ли я процессор. То есть, получается, у нас вот на этом углу должен быть золотой угол. Он и есть. Значит, он совпадет при установке. Окей. Давайте снова попробуем установить. Это очень интересно и познавательно. Ребята, вот о чём я говорил. Вот этот штырь, он больше, а этот тоньше. Да? То есть, некая защита от дурака. Чтобы вы не поставили неверное. Вот на этом углу мы имеем меточку треугольничек. Только чёрный. И теоретически это всё должно совпасть. Надеюсь, процессор не вывалится и не убьёт сокет. Ну ладно. Окей, поехали. Я надеюсь, я не убил сокет. Вот серьёзно. Ну, вроде процессор ровно. Сейчас попробую показать. Штукам я сужу. В общем, мне неудобно держать камеру, свет. Ах, как не всё, ничего не видно. То есть, надо как-то угол. А фокус у меня ещё в ручном режиме. Всё специально для вас, чтобы... Ещё это я всё на весу делаю. Ну, в общем, вы видите, та зелёненькая полоска, это текстолит процессора. Но он не в фокусе. Но я уже, к сожалению, не могу. У меня третьей руки нет. Вот там. Вот там я не могу рассмотреть ключи. Ладно, поехали дальше. Вот. Проблема в том, что ты вообще не понимаешь, как установлен в данный момент процессор. Вроде бы он ровный, но с другой стороны может быть всё что угодно. Может быть, там какие-то микроны не совпадают. И сейчас, когда ты будешь закручивать болты, у тебя будет хруст текстолита. И ты прилипнешь так. Этак, мать, стоит 600 или 700 долларов. Процессор тоже 700 долларов. И, в общем, как-то вот так вот не хочется прилипнуть. На ровном месте на 700 долларов. Но на свой страх и риск. Я сейчас кого-нибудь позову, чтобы за ручку подержали. Когда мы будем закручивать вот эти специфические болты. Кстати, хотел показать. Вот видите, не знаю. Они имеют шестигранник. То есть, ещё ключ должен быть у вас такой. Либо отвертка. Сейчас я возьму стандартную отвертку. Мне, ребят, лучше вот таким вот способом всё-таки закручивать. Обычно крестовая отвертка рвёт шлицы, как обычно. Ну что, ребят, как обычно, знаете, по закону поспешишь, людей насмешишь. Я всё-таки выбрал неверный вентилятор, кулер, вернее радиатор. Всю процедуру нужно повторить заново. То есть, вот этот ставится вперёд, а вот этот массивный ставится назад. В общем, вот такая вот ошибка допущена мною. Ну да, лох – это судьба. Но на своих ошибках учусь. И никто же не подскажет. Потому что... Ну, потому что вот так вот. Значит, ставим вот этот сюда, а вот этот туда. Посмотрим, как эта вся процедура обратно. То есть, ну, можно же научиться снимать такие радиаторы с подобных сокетов. Как установить, так и снять. Поехали. Всё заново. Ну что, для ориентира подключил, есть питание или нет питания. Подключил вентилятор. И мы узнаем, всё ли хорошо с этой системой происходит. Всё ли я сделал правильно. И так далее. Так, БМЦ очень мигнул два раза. Впервые я такое вижу. Ну ладно. Ну, с Богом, что ли. Первый старт. Он самый... Ну, теперь главное, чтобы картинку дала. Да, картинка есть. Ну, главное, что дыма нет. Взрыва тоже. Картинка есть. Глядишь, значит, всё верно. И это радует. Пост может затянуться до двух минут, до трёх. Всё. Пост-коды побежали. БМЦ сейчас загрузится. Потом ещё что-то. Какие-то инициализации. Проверка железа. То есть, память, процессоры и всё-всё остальное. Мигает экран. Я уже вижу почти Wi-Fi загрузчик. Wi-Fi ли это загрузчик? До 100% я не знаю. Да, подстройка экрана. Да, мы практически уже... Кстати, достаточно быстро. Всё. Система хочет видеть загрузочное устройство. Достаточно очень быстро всё происходит. И самое смешное. Вы обратили внимание, что никакого звука пип-пип-пип не было? То есть, они убрали пищалку. И это... Это, ребята, с одной стороны хорошо, с другой стороны это очень плохо. Итак, сейчас я зайду в BIOS и посмотрю, все ли процессоры инициализировал. Все ли планки памяти. Два процессора. Это прекрасно. Сколько памяти? 98 гигабайт. Отлично. Ну что, ребят, попробую подвести итоги. Да, ребят, это была моя самая первая сборка на подобных процессорах, подобных систем. Сокет 3647 это достаточно сложный был. И он вызывал вопросы. Вот таким способом я подошёл к установке и сборке системы. К сожалению, я нигде ранее не видел, как это нужно делать. Я немножечко посмотрел по инструкции. Но, надеюсь, это было интересно вам посмотреть. И мне было очень хотелось это показать вам. Вот такие системы начали появляться. Не знаю, получится ли у меня протестировать эту железяку. Потому что она ещё вот на данный момент, когда я всё вообще записываю и смонтирую, она собрана, скажем так, на 73%. Да, то есть там ещё работать и работать. Получится ли протестировать её? Я, к сожалению, не знаю, как быстро её нужно собрать и отдать клиенту. И нужно ещё прошить биос. И, возможно, будет интересный по этому поводу кадр. Я посмотрю, что получится. Как обычно, все ваши замечания, комментарии, предложения оставляйте внизу под видео. Также вы можете поделиться в социалочках. Спасибо, что посмотрели. Счастья, здоровья. Всем удачи. Пишите письма. Зион. Форевер. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова